Добро пожаловать в Майнкрафт 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 Так он и идет расчет. Здесь то же самое. Чтобы максимально эффективно работал ветряк, а у него добыча энергии разная, от 0 до 5. То есть 5 это максимум, 0 это минимум. Чтобы максимально эффективно, вокруг него ничего не должно быть. 9 квадратов. То есть от него 4 сюда квадрата, 4 сюда, 4 вбок, 4 вбок. Вот так вот. Так я и сделал. Ничего вообще, то есть даже там не блока, вообще ничего. Единственное, что у нас есть, это провод. Да, вот такой вот у нас провод. Самый оптимальный вариант, я считаю. Да бывает они не так уж и много, к сожалению, потому что это ветряк, сами видите. Даже и в жизни так же ветряк, он очень слабенький. Но если поставлю 4, то хоть что-то уже будет. Давайте меньше разговора, больше к делу. Сейчас поставим ветряк вместе с вами. Провода у меня есть. Провода делать очень легко. Ресурсов для этого нужно мало. Возьмем землю. Я привык делать так. С земелькой, да? Так, там у нас потолок. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Оп. Оп-оп. Потом это все уберем. Что ж, нам нужно поставить, как я сказал, 9х9х9. То есть, получается, в ширину, да? Получается квадрат у нас, радиус. И высоту тоже самый радиус. Поэтому мы сейчас поставим, ну, можно поставить 5 блоков, но я лучше поставлю 9, чтобы 100% был максимальный эффект. Тем более, провода стоят дешево. Все, отсчитываем 9 блоков. Хотя, по логике, здесь хватило бы, например, там, 4 блока. Было бы нормально. Так, 2, 3. Это уже чисто мне так нравится. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, тихо-тихо, блин, 9. Еще, видите, плюс в том, да? Почему я специально делаю повыше? Чтобы внизу не было слышно звука. То есть, чем выше у вас будут стоять ветряки, да, тем слабее будет звук слышен. Это хорошо. Все, отсчитали. Теперь ставим ветряк. Надо очень осторожно. Если я упаду, мне будет больно. Кстати, у меня был 50-й левел. Видите, вот внизу по центру 12 написано. А мне был 50-й. Я очень долго не умирал. Я построил всю эту конструкцию и ни разу не умер. Но, к сожалению, меня убили потом зомби. Сразу 3 зомби упали. Я вам потом покажу, где упали. И убили меня. Все. Поставили мы ветряк. Но нужно провести нам провода. Опа. Такая красота. Ла-ла-ла-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Теперь проводим проводки. Оп-с. Оп. Я надеюсь, нам хватит проводов. Я уже все просчитал, да? Хватит, хватит. Давай, братини. Оп-оп. Оп-оп. Оп. Оп-оп. И объединяем. Все. Теперь у нас два ветряка идут по одному проводу, и идут, короче, наш энергохранитель. То есть скорость будет быстрее добывать, видите. Опять же, добыча зависит от многих факторов, я уже говорил, да. Чтобы вокруг не было блоков, там, о скорости ветра. Если, например, будет идти дождь там, то будет быстрее ветер, да, и лучше будут работать ветряки. Я уже говорил, что ветряк это один из вариантов добычи энергии. Также, например, есть обычный генератор, который с помощью угля, здесь его нет, кстати, я его убрал. То есть мы ставим генератор, кладем уголь, он добывает, ну, он очень хорошо работает, то есть гораздо быстрее добывает энергию, чем ветряк. Но он работает с помощью угля и других горючих средств. Потом есть гидра, я уже говорил, гидра, то есть мы вставим, он работает с двух вариантов. Или мы вставим его прямо в воду, да, но он будет работать очень слабо. То есть там, по-моему, 0,5 или даже 1 очень слабая добыча энергии. Или мы просто будем в него добавлять воду, он будет работать быстрее, так? Но это слишком геморройно. Есть потом еще, который работает от лавы, да. Там тоже свои нюансы, то есть от лавы, кстати, один тоже один из лучших. Лава очень хорошо энергию добывает, перерабатывает. Из лавы. И потом еще есть вариант солнечной батареи. Мы попробуем с вами, да. Тоже, конечно, как и в реальной жизни, солнечные батареи, они очень мало вырабатывают, поэтому их строят очень много. Ну, мы попробуем. Сейчас фактом, да, у меня энергия идет, да, я согласен, но она идет слабенько. То есть мне не хватает на буревую установку, буровую, буровую, буровую установку. Это пока что. Но все равно хотя бы плюс какой-то есть, что энергия идет. Давайте это пока подключим. А, сейчас подключать уже смысл. А, он включен уже, да, да, у меня буровая установка уже остановилась. Да, открой дверь, ты тварь тупая. Ну вот. Такая красота. Теперь, что делаем дальше? Первое дело мы сделали. Установили новый ветряк, да. Сейчас я быстренько пробегусь. Быстренько. Ну, парочку пылюшек возьмем. Просто, видите, делаю так, и поэтому у меня проблем нету с резиной вообще. По дороге пошел, собрал там пару плюшек. Все, жизнь прекрасна. Вау! Вот, моя установка. Если вот, почему я поставил такие блоки, я вам потом скажу. Я не буду показывать, что внутри, чтобы вам было интересно. Мы сами сделаем все с нуля. Давайте я покажу, как это выглядит в конце. Вот она, наша палочка. Это бур наш. И вот тогда вот. Сейчас она пробурила до самого низа. В итоге нашла 4 алмаза. В принципе, это хорошо, да. Но мы с вами сейчас сделаем то же самое. Ну, так вот идут провода. Видите, вот они идут. То есть там энергохранилище, да, я сделал, чтобы когда я отключаю, все электричество шло туда. Есть получше энергохранилище. Ну, пускай будет стоить пока это. Потом провода идут. Идут, идут. Покс! Профит! Ладно, что я сейчас делаю? Сейчас я это все разбираю. Это тоже геморройно, конечно. Надо будет разобрать все установки. Это очень важно. Потому что, если вы неправильно разберете, можно просрать все эти машины. То есть нужно будет использовать гаечный ключ, который я апгрейдил как раз. То есть теперь он у меня вот так вот выглядит. Смотрите. Где ты? Вот он. Электроключ. То есть он гораздо эффективнее. И его, правда, он не ломается никогда. Его нужно просто заряжать. Заходим. Самое главное, когда заходим, не держите в руках гаечный ключ. Потому что он поменяет этот блок. То есть с помощью гаечного ключа мы можем или разбирать машины, или можно менять их стороны. Потому что у этой машины всего лишь одна сторона. Вот это вот, которая отдает энергию. И все, раз, два, три, четыре, и все пять сторон у нее принимают энергию. Видите? Вот с этой стороны принимает. Сверху, снизу и сзади. А отдает с одной стороны. И чтобы менять сторону отдачи, ее нужно бить с помощью вот этой вот фигни, которая у меня в руках. Поэтому мы убираем, открываем и кладем. Смотрите. Пук. Все, зарядилось до конца. Электроключ. Вот такие вот дела. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ладно, все, сейчас я разбираю и продолжим нагибать. Я вам покажу, что такое машина смерти. О, плюшка. Плюшка. Нет у меня плюшки. Ну ладно. Ну все, ждите. Вот сейчас я включил, чтобы машина начала собирать трубы. Смотрите. То есть обратно, видите, труба убирается. Наш бур. Ну-ка, давай, давай, где ты? Во, во, вера. И туда мы сейчас прыгаем И подыхаем И летим примерно 70 блоков Ну 60 Вот именно здесь аж 60 Опа Пок 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 Все Что прыгаем нет Ах как же там больно Все Так собрал я нашу аппаратуру Это реально это очень важное дело Потому что если там накосячишь То все Потом будет печально Так сейчас секунду я выкину лишнее говно Бесполезное Все Ну что ж Теперь что нам нужно сделать Найти новое место Где я поставлю буровую установку Скорее всего мы сейчас найдем это место Я вам покажу А уже потом я буду переходить туда На другой остров Буду проводить провода туда И так далее Что мы для этого делаем Мы берем ЦР Скунер Вы чуете да И смотрим Видите он пишет да Что значит эта цифра Это суммарный Это суммарный расчет Стоимости блоков Если вам это интересно Вы можете найти На сайте официальном Вот это вот Индустриал крафт Да Там написано То есть например Алмазные блоки прибавляют Плюс 5 Такие то плюс 4 Плюс 3 Плюс 2 То есть Чем больше цифра Смотрите Видите здесь маленькая цифра Особенно вот здесь вот 3 Потому что мы здесь бурили И то я бурил здесь Со старым сканером Видите 3 Здесь например 38 56 Это место где я Здесь бурил Да Я еще нашел 4 ламаза Здесь было 94 3 Подо 3 А А Ой То есть теперь Наша задача Как минер Найти максимально Эффективное место Место Опять же там Вычисляется по формуле По моему там еще Вычисляется Количество блоков Например Если у десавод Будет хорошее число 61 Видите 61 написано Да А если я поставлю Сейчас парочку блоков 59 Вот видите То есть Цифра уменьшилась Это тоже важно 54 61 73 Давай детка Не подведи Но Здесь просто я уже Весь остров уже перекопал Опять же Не хочется далеко Тянуть провода Ёки-палки Здесь уже точно Ничего нет Да Вообще все пусто Смотрите 13 Здесь много воды Мне кажется Здесь бесполезно Хотя смотрите 60 50 48 40 Плохое место Плохое Но такими темпами Мне сейчас нужно найти Новое место Для бурения Вот В принципе Неплохие места О А это я же выкинул Ёки-палки Что я делаю Дал на кусок А Пускай поднимается Я потом выкину Так Ну смотрите Вот 80 Было 87 В принципе Неплохо 87 88 87 Так 74 Так Это можно проверять Бесконечно То есть заряда Не тратится Вообще Ну давайте Тогда здесь Что далеко Ходить Так 84 76 Ну-ка Если я уберу Вот это 82 Так Подождите 75 84 87 80 90 Пускай поднимает 92 95 Угу Я еще 100 ни разу Не находил Вот вам игра Минера Видите Очень ответственное Дело А я до этого Не знал Кстати Я его тоже Недавно узнал Играл Играл Когда взял в руки Опа Цифры А потом Дошел до меня Потом прочитал Информацию Всегда читайте Я вам советую В таких играх Английское Вики Потому что Там больше информации Если вы читаете Русские Вики Там могут перевести Не все Понимаете И в итоге Не знаю Кусок оторвали Все Мы нашли место Давайте здесь 95 Что мы делаем сейчас Я знаю То что Сейчас я подниму Цифра испортится Но мы знаем Это потому что О видите Пока не портится Нам нужно поднять Чем выше Тем лучше То есть Я не хочу Бурить слишком низко От основного Места Вот Даже можно убрать Одну Вот так вот Мы сейчас делаем Теперь смотрите Что мы делаем дальше Мы сейчас строим Платформу Самое главное Не потерять Это место Поэтому я сразу Ставлю сюда Наш аппарат Вот он Чтобы не забыть Потом Все Аппарат наш Стоит Отлично Теперь вокруг Этого аппарата Мы строим Платформу Это очень важно И мы будем строить Домик Почему домик Я расскажу Потому что Я уже на грабли Наступал Да И эти Сраные Крипы Ну Которые зеленые Которые взрываются Я постоянно забыл Как это называют Крип по моему Крип Ну ладно Не важно Мы поняли Их короче Тянет Как Не знаю Как мух На говно Они постоянно Лезут К вашей Это Буровой установке Постоянно лезут В дыры Где вот эта вот Фигня у вас Где у вас бур находится То есть Лично у меня Они взрывались Два раза Я уже говорил Если вы ломаете Киркой Да Аппарат Машину То она Так Сейчас Секунду Сейчас Поспим То она Не выпадает Полностью Выпадает Ее часть Бесполезная Вам придется Заново Собирать ее Дальше Но не заново А наполовину Собирать дальше То же самое Если взрывается Крипер О Крипер Вспомнил Покушаем Крипер Поэтому Постройте Домик Это мой Вам совет Офигенно Вам поможет Защитит Да И можете Спокойно Не бояться Заходить Все Let's go Дальше Сейчас Ночь прошла По идее Криперы Не появились Они потом Будут появляться Если мы Увидели Крипов Ночью Мы их Не увидели Мы заснули Раньше Давайте Заберем Нашу дверь Если строить Из земли Да Потому что Это был тестовый Вариант Строить из камня У вас столько Много камня Поверь Куча камня Он практически Бесконечно У вас будет Поэтому Не нужно Его жалеть Так Строим Платформочку Сначала Лишние провода Собираем Хорошее место Нашел То есть Я уверен Что здесь Будут алмазы Вот Даже потом Проверим Все Let's go Ну Булыжника Еще раз говорю У вас Миллион Вам Нечего Экономить Так Давай Строим 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 Так Окей Это мы Уберем Давайте И расширимся Еще плюс В том Когда Вот Вы все Проработали Территорию Да Когда Ваш бур Проработал До самого Низа До коренной Породы Вам Убирать домик Не надо А смысл Зачем его убирать Если все равно Там ничего нету Под землей Вы уже знаете 100% Что там был бур Тем более У домика Как раз Будут размеры Под Ваш сканер Да То есть Раз Два Три Четыре Помните Я говорю Про сканер Сканер Девять Икс Девять Да У меня Обгрыженный Первый сканер Пять Икс Пять То есть Раз Два И вот Такой вот Радиус Он проверяет Ищет ресурсы А у меня Сейчас Икс Девять Раз Давайте Сейчас Еще Быстренько А В принципе Нам уже Хватит Все Домик У нас Готов Строим Дальше Что Строим Теперь Теперь Мы Построим Так Мы Сейчас Поставим Генерейшн Генерейшн Тем более Видите Удобно Что я Буду Опять Внизу Видеть Бур Это Очень Хорошо Я вам Потом Скажу Почему Это Хорошо Ну Смотрим Опять Напоминаю Что Ставить Генератор Не Надо Вплотную Он Не Будет Работать И Не Будет Давать Энергию Хотя Можно По идее Проводом Соединить Будет Но Смысла Нет Я вам Советую Поставить Вот Так Вот Генератор Потом Соединяем Проводком Проводок Бежит Мой Проводок Поставить Генератор Все Генератор Работает У нас Теперь Ставим Сюда Бур Буровую Установку Она Бесконечна Она Никогда Сломается Наверное И Сканер Помните Прошлый раз Я не мог Начать Прошлый выпуск Потому что Надо было Зарядить Сканер Он тяжело Он Очень много Энергии Требует То есть Апгрейдженный Сканер Обычный Сканер Он гораздо Быстрее Заряжается Но это Стоит Того Сканирование Большое Кстати Из-за того Что у меня Такой Сканер Крутой Он требует Больше Энергии Видите Тоже Это Очень важно Учтите Если У вас Мало Энергии То есть Вы не можете Выработать Нормальной Энергии Как у меня У меня Сейчас Не очень Много Энергии То есть Я не могу Запустить На полную Но мы Это Решим Вопрос Тем более Я учусь То лучше Используйте Обычный Сканер Хотя Он Будет Сканировать Меньше Это Минус Ладно Все Меньше Разговоров Ближе К делу Теперь Ставим Помпа Я не Помню Говорил Или Для чего Помпа И будет Ждать Пока Вы Не Уберете Это Для этого Нужна Помпа Помпу Надо Ставить Прямо Плотную К аппарату Вот так Вот Ставим Помпу Вот Она Все Поставили Ее Для чего Мы Ставим Помпа Будет Откачивать Лаву И Воду Маленькие Капсулы То есть Если Ваш Аппарат Увидит Воду Или Лаву Она Будет Откачиваться В капсулу И потом Аппарат Автоматом Дальше Продолжит Профит Теперь Мы Ставим Сундук Я Уже Говорю Для чего Сундук Чтобы Бурная Бурная Буровая Установка Чтобы Не Раскидывала Все Камни Вокруг Себя Все Блоки А собирала Именно В сундук Ставим Сундук Утушить Всего Вот так Чтобы Попадал В помпу Потому Что Если Мы По идее Мне Еще Ни разу Не было Чтобы Он Согласно Английскому Вики Я Все Делаю Правильно То есть Мы Кладем Сюда Капсулы И Из-за Того Что Сундук Близко К нашей Помпе Она Будет Брать Капсулы Из Сундука Наполнять Их Лавой И водой И обратно Класть Ок Нам Нужно Подключить Энергию Помпу Давайте Например Можно Вот так Или Можно Было Просто Тупо Вот Здесь Давайте Сделаем Вот так Какая разница Все Хорошо Хорошо Живем Теперь Мы Построим Теперь Домик Самое Главное Домик 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 Я уже Сказал Почему Первую Очередь Это Защита От Крипера Криперов Ну И Также От Зомби И Так Далее То Вот Так Вот Сделаем Чтобы Была Площад Куда Можно Ступить Ногою Опа 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 Домик Мы Убирать Не Будем Он Останется Навсегда Здесь Я Сделаю Проход Вот Наша Дверь Будет Оп 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 Вот Так Вот Мы Аж Плотную Подошли К нашей Лестнице Вот Это Даже Много Нет Давайте Поменьше Сделаем Вот Седавод Сделаем Оп 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 Видите Еще Плюс В том Что Если Крипер Здесь Где Нибудь Зарвется Он Не Достанет До Наших Машин В Первую Очередь Самая Главная Буровая Установка Мне Ломали Буровую Установку Раз Один Раз Зарвался Крипер И По-моему Два Раз Генератора Ломали Прикиньте Именно Из-за Крипера Хотя Я Стар Зарвался Рядом Так Бывает Вы Заходите Проверяете И он Подбегает Бабах И Взрывается Это Очень Печально Конечно Потом Мы Сделаем Дырочку Для Наших Проводов Это Не Проблема У нас Есть Алмазная Кирка Тем Более Ой О У нас Уже Есть Дырочка Для Проводов Смотрите Вот Наша Буровая Установка Можем Прям Сверху Провода Завести Крышу Можно Принципе Не Делать Я Не Делаю Крышу Провода Можно Сверху Поэтому Нужно Сделать Вот Так Провода Сразу Проведем Нет Делаем По другому Сейчас Секунду Проведем Провода Но Мы Пока Подключать Их Не Будем Сделаем Вот Так Ну Даже Пускай Будет Нет Хотя Какая Разница Вообще Правильно Чтобы Я Мог Получить Доступ К Сундуку Поэтому Лучше Сделать Вот Так Вот Вот Так Лучше Сделаем Смотрите Все Пошел Вниз Вбок Так Сейчас Секунду Я пока Думаю Думаю Размышляю Вот Так Мы Сделаем Вбок Давай Вбок Потом Сюда Сюда Все Мне надо Один раз Нажать И он Поставит И подключится Пока Мы делать Этого Не будем Нам Пока Не нужна Энергия Надо Потому что Нужно Все Подготовить Сначала Хорошо Теперь Заканчиваем Наш Домик Крышу Еще раз Говорю Можете Делать Можете Не Делать Я Не Знал Я Пока Не Делал Хотя Есть Напоминаю Летающие Противники Блин Ну Ладно Немножко Кривовато Хотя Вообще Это Посрать Вот Реально Просто Посрать Это Непринципиально Тем более Дальше Побольше Будет Места Все Отлично Вот такой У нас Домик Опа То есть Зашли Закрыли Там Крипер Пришел Вы увидели Не выходите Не увидели Вышли Случайно Зарвался Где нибудь Здесь Все Блоки Он не достал Наш Аппарат Не достал Теперь Почему Здесь дырка Я не понял А я наверное Убирал Да Ну ладно Смотрим Все Теперь Мы готовы Чтобы запустить Нашу установку Что мы делаем Ставим Во первых Наши трубки Буровые 64 штуки Ну вот Мне хватает 70 Сделайте Ну 75 Не 70 У нас Сейчас высота 72 Он просверит До Примерно До 60 До 67 То есть 67 трубок Хватит Но лучше Сделайте запас Потому что Потом Когда мы будем Спускаться вниз А я вам потом покажу Там Постоянно Респаунятся Криперы Они будут Взрываться И Ломать Ваши трубы Буровые Поэтому лучше Пускай Вот как у меня Вот Мне этого хватает То есть Получается В общем У меня Сколько 75 Вот этого Хватает Полно Все Теперь Давайте запустим Установку Сначала С помощью Угля Любого Угля Или другого Горючего Видите Он сейчас Будет Заряжать Сканер Теперь Подключаем Нашу Провод Наш провод Давай Братюня Давай Давай Все Пошла Энергия По идее Пойдемте Глянем Пошло По трубам Пошло По трубам Наверное Уже Что там У нас Вот она Все Видите Уровень энергии Все Пошла Пошла Отдача Пошла Хорошо Пока Еще Не запустилась Вот он Сканер зарядился Смотрите Так Где он стоит Вы не помните Так Сейчас Секунду Я думаю Пойти спать Или показать А Пойдем Пока Спать Быстренько Я хочу Чтобы Вы увидели Как он Начнет Копать Гоу 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 Реши Давай Давай Братюня Давай И бежим Бежим Сейчас Так Тихо Он не сразу Начинает Все правильно Сейчас Начнет А Как раз Он Сюда Будет Делать Точно А Давайте Поставим Зряю Убрал Ну Ну О Пошел По трубам Говнецо Давай Братюня Давай Опять же Здесь много Энергии Видите Требует Сканера Все Он добыл Первый блок Еще один блок Добыл Сейчас Он Меня Добудет Смотрите А нет Не получилось Ну ладно Так Букс Вот такие Вот пироги Все Началась У нас Работа Этот провод Конечно же Надо убрать Будет Провод Лишним Не бывает Так Что там Давайте посмотрим Дверь Надо закрывать Мне не нравится Как дверь Открывается Вообще Как она Стремно Поставилась Так Давайте Сейчас Ломаем Пукс Ну Коставься Нормально Говно Ладно Сейчас Мы По другому Сделаем Изнутри Поставим Ну Все Началась Работа Сейчас Я вам Покажу Что Он Там Добыл Тихо Сначала Поставим Тупую Дверь Обосранную О Он Так Будет Уже Получше Все Хорошо У нас Хватает Древесного Угля 53 Было 64 Уже 53 Видите Потихонечку Опускает 64 Все Так Вот он Добыл 14 Булыжника И землю Добыл О Это 100 Итого Кстати Можно Сделать Апгрейд Апгрейд Нашей Буровой Установки И там Вообще Такая Мощная Технология Там Можно Будет Указывать Что Нужно Добывать И что Не Нужно Добывать То есть Например Сказать ему Чтобы он Не добывал Камень И он Не будет Добывать Камень Сейчас Вы видите Ему Сейчас Нечего Добывать Потому что Он только Входит Ну Все Равно Не 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 Хват Поэтому Мы Пробуем Тогда Сделать Как Я Придумал Как Молодец Мы Закроем Весь Потолок И Поставим Солнечные Батареи И Все Их Мы Засунем В этот Блок Сверху Прям Пукс Опа И все И будет еще Одна Энергия Мне нужно Будет Тогда Кстати Я Понял Как Делать Желтый Краситель Оказывается Все Так легко Из чего Он Делается А вот Из чего Из этого Говна Желтый Краситель Собирайте Одуванчики Здесь По-моему Красный Краситель Да Да Профит Все Очень Легко А я До этого Сразу Не Додумался Кстати И Мучился Как же Покрасить Потолок У нас Будет Красный Потолок С Желтым Вот Это Как я Придумал Матно Так Сейчас Секунду Нету У меня Ничего Ну Ладно Ну Все Хорошо Хорошо Все Так Я Решил Закрыть Потолок Смотрите Так Гораздо Красивее Выглядит Просто Красота Как Реальная Жизнь Буровая Установочка Такой Домик Стоит Нам Ничего Не Страшно Ни Взрывы Ничего Не Страшно Давайте Глянем Что Он Добыл У Нас Так Опустил Получается Он Примерно 11 Около 15 Блоков Он Уже Вниз Уже 15 Блоков Помпы Пока Не Использовал Ну Вот Смотрите Булыжник Сраный Земля Два Две Руды Железа Уголь Песок Заметьте Он Уголь Израсходует И уголь Добывает Сразу Профит Давай Братьюня Работай Железа У меня Уже Полно У меня Уже Около 20 Слитков Железа Это Хорошо Как Раз Мы Будем Строить Солнечные Батареи Да 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 Это Будет Уже Другой Выпуск У нас В этом Выпуске Мы Вот Что Сделали Вот Такая Красота Я думаю Что Одной Буровой Установки Хватит Полна Заметь Она Она Работает Не В полную Силу Видите Она Не Может До Конца Зарядиться Это Вот Проблема Да С Электричеством Мне Нужно Больше Электричества Вырабатывать Ну Научимся Научимся Все Делать Здравствуйте Я хочу Сделать Желтый Потолок И посередине Красным Ля 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 И солнечные Батареи Трава Хлеба У меня Море Вот Он Хлеб Вот Вы Видите 7 9 То Вы Построите Такую Грядку Вам Хватит Ее На Всю Игру То Здесь Хлеба Полнище Просто Полно Очень Быстро Пролетело Время Уже Заканчивать Выпуск Оказывается Прикиньте Ну Что Давайте Мы Закончим Этот Выпуск Все Что Хотел Я Вам Показал Да Я В самом Начале Сказал Что Мы Будем Делать В этом Выпуске Вот Самое Главное Это Перенос Установки Мы Это Сделали Давайте Глянем Что У нас Сейчас Готово Что Надо Было Что Не Добыло Так Хорошо 60 То Уже Опустило Ну Примерно 20 20 Трубок Ну Вот Опять Метал Да Уголь Я Сейчас Передохну И Потом Буду Что Делать Буду Подготавливать Потолок И В следующем Выпуске Мы Будем Ставить Солнечные Батареи Это Тоже Безусловно Полезная Вещь Очень Полезная 32 Видите Он не Постоянно Отдает Да Немножко Энергии Не хватает Все равно Так Вот Сделаем Короче Весь Потолок Я Закрою Сам Закрою А мы Месте С вами Уже Поставим Солнечные Батареи Так Что Ждите Следующий Выпуск Он Тоже Будет Посвящен Индустриальному Моду Всем Всем Пока